сегодня в день первого президента республики казахстан наши сепаратистские блогеры наши мактабасы аблизоиды всех мастей отметились конечно же анти государственными роликами поэтому я записываю вот отдельный видеосюжет на эту тему я не буду перечислять все всех наших этих мактабасных блогеров я выделил только двух самых колоритных которые вот объясняют эту тему очень хорошо первый блогер это оскар шайгумаров оскарчик нашу из города уральска вот вопрос к жителям города уральска почему этот оскарчик до сих пор свободно передвигается уверенно так себя чувствует вашем городе это вопрос к патриотам города уральска вот это большой вопрос сегодня выложил видеоролик против назарбаева и токаева но оскарчику шайгумарову как рыбки мелкой конечно же не хватило не организационных способностей не видимо финансово нет скорее всего только финансовых возможностей организовать это как положено у него это получилось не как положено да какая-то женщина не казахской национальности вышла в центре города уральска и кричит как бабка на базаре о чем-то непонятно о чем в общем понятно всем понятно да что оскарчику шайгумарову не удалось найти лицо местное автохонная казаха владеющего государственным языком конечно же бы он желал бы видеть на месте вот этой вот непонятной женщины базарной какого-нибудь местного аксакала но не сложилось у него не получилось в общем поздравляю города город и жители города уральска с тем что все таки оскарчик шайгумаров сепаратисты имеют большие проблемы организовывая свои сепаратистские акции поэтому не все так плохо как некоторые себе представляют ну вот перейдем на канал мухтара аблязова да у которого денег хватает это вот последний ролик мухтара аблязова на его канале вот мухтар аблязов сегодня 1 декабря выложил видеоролик вот с таким вот активистом он конечно же подумал он все сделал выводы правильно мухтар аблязов он понял что видеоролик против назарбаева в его день в день первого президента конечно же должен говорить казах и на казахском языке на государственный до мозги у у нашего облезлого работает с этим нельзя не согласиться вот он нашел этого человека буквально минутный ролик но единственное о чем тут забыли упомянуть да это место съемки село бобровка ускамен рядом с усть каменогорском кто не понял пригород ускаменногорска село бобровка основанная в каком-то там далеком 1764 году русскими переселенцами вообще это село бобровка своим существованием только лишь одним как бы является для сепаратистов для мактабасов большим доказательством вдохновить вдохновителем того что вообще ускамен является их исконно московии там массу исконно российской землей вот так вот они говорят зачем казахам подымать символы российского сепаратизма у себя на территории зачем вкладывать деньги в это село но это другой вопрос да я лишь хочу попросить вас мои слушатели которым я сейчас поставлю этот видеоролик полностью на повтор запомните пожалуйста два этих строения которые он показывает сначала первое какое-то разваленное строение похожую на дом культуры бывший советские потом второе строение акимат этой бобровки который выглядит более-менее хорошо он тут акцентирует на этих двух зданиях свое внимание наше внимание вот ставлю на повтор этот видеоролик то что вы услышите это одно а то что вот увидите вот на то что увиденное запомнить салам алейкум казах еле меня одарышу серг бобров козгымен мне отыз жылды аэропа но акиматы аня джан датурган корни дырой позже чекан дар со лосын дай азербайд муджул баскарган да и инбегин ослай корсеттинг розчелин жаргата джава стрим за челлендж он предлагает проводить челлендж по поднятию российского сепаратизма да ну насчет того что культурных мероприятий культурных зданий там нет он наврал этот серик потому что надо было пройти там буквально 100 метров по вот этой же улице по которой он идет и там стоит прекрасная церковь деревянная вот просто изумруд вот этого российской мастерства российского построения деревянных церквей там очень красивое строение где все жители 99 процентов которые являются на самом деле славе славянинами откуда там этот серик взялся я не знаю все могут прекрасно свою духовную жизнь восполнить наполните как хотите понимаете в общем я не знаю почему он там жалуется я нашел видеоролик какого-то туриста российского который он снял за 2020 год сейчас я покажу запомнили эти здания сейчас я покажу как этот турист едет по бобровке перемотаю немножко вперед где он как раз подъезжает к этим зданиям который показывал показаны в ролике у обвязывал вот внимание вот акимат ведь акимат а вот старое строение мимо которого шел серик вот она а вот дальше чуть-чуть проезжая чуть-чуть дальше проезжаем вот вот она и церковь красивая церковь вот зря вот этот серик жалуется на отсутствие культурной жизни в бобровке зря не дошел серик до этой церкви не сказал что челлендж надо объявлять вот населенных пунктов где есть вот такие вот прекрасные прекрасные деревянные церкви православные где 99 процентов жителей являются в общем сами знаете кем они являются кстати вот это село бобровка но причастный к маргулану буранбаю который вот как раз делал много видеороликов про этого балушкина да балушкин как раз начинал свою карьеру государственную вот рядом с этим селом бобровка потому что вот этот балушкин как раз держал тут или был директором тут этого оздоровительного комплекса где там лечили от всего на свете и лечились в том числе и первые лица государства и вот балушкин вот так вот втерся в доверие к первым лицам государства в казахстане а потом натворил делов до которых и говорил маргулан буранбай между прочим сейчас я перемотаю это видео до того момента где говорят об алушкине единственное сейчас у парня у этого проблемы который пока еще не заканчивается не ну огромный огромный конечно поселок и дорогу эту буквально вот недавно смотрите сделал я не удивлюсь если до нуртау сейчас будет асфальтированная дорога а скорее всего так и будет и если так она и будет это естественно только благодаря балушки хвалят хвалят балушки надо забыл этот серик на канале облязу похвалить балушки надо ничего он не сказал про это в общем чем отметился то наш мухтара блязов мухтара блязов у нас отметился в этот день поднятием российского сепаратизма напрямую в самом его сердце в самом гнезде российского сепаратизма они закинули своего агента вот этого серика который записал на государственном языке призывы казахам подымать и подымать территории которые непосредственно причастны ко всему нехорошему да к всему тому что мы называем крым нашим донбассом луган-доуном и так далее и тому подобное вот с таких вот сериков и начинается крым нашевский истории на территории бывшего советского союза спасибо за ваше внимание спасибо за ваши лайки и комментарии подписывайтесь на мой канал помогайте моему каналу финансово обязательно подписывайтесь на фейсбук и инстаграм аккаунты как запасные площадки помогайте мне финансово в системе патреон ссылки и описания есть под каждым видео и до новых скорых встреч